На одной волне с городом. Радио. Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам 18.15 в программе Подоплёка. На радио Болтком. Подоплёка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем тему, начатую неделю назад, когда мы встречались с исполнителем-директором Ассоциации авиации Латвии Артуром Кокорцем и обсуждали тему открытого неба для Латвии, которую как будто бы наше правительство уже открыло на этой неделе. И в этой связи прозвучала тема туризма и то, что туристические компании готовы предоставить такой безопасный протокол путешествий, поскольку, несмотря на все перипетии нашего времени, люди всё-таки хотят отдыхать, и до сих пор они пользовались возможностями сделать это, вылетев из других городов, а не из Риги, например, из Вильнюса. Поэтому более подробно на эту тему мы решили расспросить одного из ведущих наших деятелей туристической индустрии, наверное, самым большим стажем. Это Константин Польгов, руководитель компании Тест Тур Латвия. Добрый день, Константин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Константин, разъясните, пожалуйста, ситуацию, что это за безопасный протокол, вообще в какой сейчас ситуации находится отрасль, гостиницы, авиаперевозчики, туроператоры, турагентства. Насколько вы видите возможность реабилитировать, восстановить эту отрасль, в какие сроки? Ну, в общем, гора вопросов, конечно, и все эти вопросы очень интересуют людей. Да, спасибо. Доброе утро еще раз. Но действительно, лучшее, что можно было сделать за последнее время для туристической индустрии, это объявить о том, что в ближайшее время, а именно с сегодняшнего числа, возобновляются перелеты в третьи страны так называемые. Я понимаю, что, может быть, для некоторых слушателей непонятно, что такое третьи страны, что такое вторые, вторые и первые. Третьи страны – это страны, которые не входят в Европейский Союз, но, тем не менее, являются популярными для путешественников. Ну, на примере, это Египет, Арабские Эмираты, это Турция, конечно, это Таиланд. Это те страны, которые очень популярны у наших путешественников, и практически год остались закрытыми для нас. Так вот, начиная с 17-го числа, Валдей бы принял решение о том, что возобновить, возможно, полеты в третьи страны, хотя существует большое количество оговорок, регуляций и тонкостей, связанных с тем, как именно будут открыты эти страны, как именно путешественники смогут путешествовать, что значит третьи страны на следующие четыре недели и так далее. То есть, вот как только у нас будет время об этом рассказать, или можно приступать уже. Можно приступать, да, конечно, потому что всех это интересует, никто не понимает. Смотрите, самое главное – это то, что третьи страны были открыты в Латвии после практически очень долгого закрытия, практически годового. Ни одна страна в Евросоюзе не закрывала третьи страны. Латвия до последнего времени оставалась единственной страной, которая не осуществляла прямые авиаперевозки с этими странами. Конечно, это большая проблема и для авиационной индустрии, и, ну, конечно, не для туристической, потому что, как я сказал, массовые курорты в Турции и Египте остались без латвийских туристов, и не только без латвийских. И необходимо было искать альтернативу, которую найти достаточно сложно, на самом деле, в короткий промежуток времени. Так вот, 17-го числа это будет возможно сделать, официально разрешено. Вообще трудно было представить, что когда-то нам будет запрещено или разрешено вообще куда-то путешествовать. Тем не менее, пандемия внесла такие. Изменения. И это разрешение получено. И теперь, чтобы улететь из Латвии на курорты, например, Египта или Турции, необходимо считаться с тем, что такой простой вальяжный бронирование туров, такси, аэропорт и полет в Египет, и такое очень быстрое, неторопливое, я бы сказал, беззаботное прохождение всех границ и так далее, осталось в прошлом. Для того, чтобы вылететь в Египет, например, сейчас, необходимо сделать тест, который должен быть негативный за 72 часа и не позднее. Вместе с этим тестом приехать в аэропорт. В аэропорт отпустят только при наличии теста и наличии авиабилета, то есть регистрацию вы пройдете только тогда, когда у вас будут на руках эти документы. Ну, естественно, паспорт, никакая не ID-карта, а, естественно, действующий паспорт, который должен быть не менее 6 месяцев еще годности до момента возвращения в Латвию. После этого будут проверены все ваши документы и дальше уже обычное прохождение паспортного контроля, границы таможни, специального контроля и так далее. После этого перед бордингом, перед посадкой в самолет у вас будут проверены еще раз все документы, которые необходимы, потому что такая компания отвечает за то, какого пассажира они приняли на борт, есть ли у них все необходимые документы путешествия, в том числе вот эти документы, которые только что перечислили. По прибытию в Египет опять паспортный контроль, проверка всех документов, в том числе негативного теста, который должен быть за 72 часа, который должен быть на английском языке. Безусловно, после этого паспортный контроль и трансфер в гостиницу и так далее. То есть тут очень много всяких моментов, которые вводятся для того, чтобы посетить европейские, не европейские, а страны из третьего списка, так называемых. И после возвращения с курорта, даже вы ездите хоть на один день или на два, или на неделю, или на две недели, вам необходимо будет сделать в Египте, или в Турции, или в Арабских Эмиратах, откуда вы будете вылетать, дополнительный тест за 72 часа. Он должен быть сделан также у сертифицированной лаборатории. Он должен быть на английском языке, безусловно. И он должен быть, безусловно, отрицательным. После этого вас авиакомпания возьмет на борт, и вы прилетите в Ригу. Для того, чтобы вы... И после прилета в Ригу у вас будет проведена процедура паспортного контроля. И обязательно, внимание, это самое главное отличие от всего, что было ранее, третий тест, который будет необходимо сдать за собственный счет в аэропорту Ригу, так называемый быстрый тест, который определит, есть ли у вас после полета какие-то проблемы, и насколько актуален тот тест, который вы сделали в той стране, откуда вы летали. То есть для того, чтобы прибыть в Латвию, необходимо будет дважды подтвердить свое здоровье. А если в аэропорту вылета у вас была... На момент вылета будет негативный тест, то вы, безусловно, остаетесь в стране пребывания. Естественно, остаетесь в стране пребывания. Остаетесь в стране пребывания за собственный счет. Все расходы, которые связаны с лечением за границей, это за ваш счет. Если у вас нет страховки, вы оплачиваете самостоятельно. Но, конечно, я думаю, что все люди здравы, и все отправляются, тем более в такой период, тем более в такие страны, обязательно со страховкой. И тогда страховка оплачивает именно ту часть расходов, которые вы подписали со страховой кампанией. И надо учитывать то, что недавно с Министерством иностранных дел, Ассоциация Латвийских операторов и туристических агентств, проводила брифинг, и Министерство иностранных дел настойчиво рекомендовало информировать как туристические агентства, так и самих туристов о том, что уровень медицинского обслуживания в разных странах различный. Туристы должны понимать, что если они попадают в период эпидемии в страну, где медицинские услуги очень отличаются не только от европейских, но даже от латвийских, они должны понимать, что это их собственный риск. Вот такая преамбула к тому, что можно 17 числа вылететь. По большому счету, думаю, что соблюдены все формальности для того, чтобы не ограничивать юридически туристов путешествовать, но тем не менее, как вы видите, созданы дополнительные инструменты, чтобы те люди, которые все-таки решаются поехать на курорты, возвращались в Латвию, и жители Латвии были гарантированы, что при возвращении люди, которые прилетят домой из экзотических так называемых стран, не привезут новую заразу, которая появляется каждый день все новым и новым названием в виде нового штамма. Вот это если коротко. Да, Константин, ну как-то вообще не вдохновляет совершенно все то, что вы рассказали. Я вижу только одно, что вы сказали, что быстрый тест за собственный счет, но, увы, и первый тест, который привыкли из Латвии, и тест в стране пребывания люди тоже должны будут делать за свой счет, потому что тест... Конечно, да, то есть тест, который связан с путешествием, на неопределение симптомов, которые есть у жителей Латвии, то есть это все делается за свой счет. Можно сказать, что тест, который, например, ну не например, а точная цифра, которая в аэропорту обратная, третий тест, так называемый, быстро стоит 24 евро. Стоимость теста в Египте от 30 до 60 долларов, в зависимости от того, вы сами пойдете в местную поликлинику или пригласите доктора в отель. Думаю, что никто не захочет идти в местную поликлинику и стоять в очереди разбираться. То есть это 60. Ну и плюс тест, который в Латвии будет перед вылетом, тоже в лаборатории берут деньги. То есть себестоимость тура на одного человека может отрасти до 100 евро. И если это семья, понимаете, что любимые популярные курорты, которые в том числе были популярны тем, что это была доступная цена, сразу вырастает в стоимость. Константин, я понимаю опасения наших властей по поводу распространения, так сказать, всяческих микробов. Но если мы год закрывали небо для полета в третьи страны и этим отличались от всех других стран Евросоюза, то вот в этом протоколе, насколько мы отличаемся от других стран, ну, например, от той же Литвы, насколько проще или так же улететь на отдых из Литвы и вернуться в Литву, например? Вы знаете, литовские и эстонские пассажиры, туристы и жители имели возможность путешествовать, и имеют до сих пор возможность путешествовать уже, наверное, около месяца или, может быть, чуть больше. Для нас это, как я сказал, состоится только с этого, с сегодняшнего дня. И по большому счету они понимают то, что власти в первую очередь наши, что тогда, когда наши соседи предлагают такие возможности, то удержать людей невозможно. И мы знаем, что в первое время, когда такие полеты открылись в Египет из наших соседних стран, до 500 туристов в неделю уезжало из Латвии в Эстонию или в Литву на собственном транспорте, и они вообще остались неконтролируемы. То есть когда они возвращаются обратно, люди, которые приезжают из Египта в Вильнюс или в Таллин, потом садятся обратно на машину, пересекают границы, которые не закрываются, и, в общем-то, игнорируют те требования, которые устанавливает государство. В данном случае такая получилась танго, я бы сказал, что все понимают, что есть ограничения, и умные туристы знают, как это все обойти. Но в данный момент, в том числе с сегодняшнего дня, есть еще одна регуляция, которая обязывает туристические компании, например, нашу компанию, связываться с государственной полицией, информировать о том, какие туры были проданы туристам в третьи страны, и все детали, касающиеся их пребывания в этих странах. Ну, это как бы персональные данные, да? То есть когда они возвращаются и так далее. Этим самым все-таки дополнительно устанавливаются не ограничения, а дополнительный контроль для того, чтобы люди, которые ищут лазейки, вот в этой приоткрытой форточке, что называется, не имели возможности путешествовать бесконтрольно, и все-таки действительно эпидемиологическое состояние. Контроль был не на бумаге, а максимально не декларирован, а действительно защищен. В этом отношении правительство действует достаточно жестко и достаточно четко. Но могу сказать, что эти правила действуют только в следующие четыре недели, то есть начиная с 17-го числа до, ну, если так четко, да, до 17-го апреля. После этого будут новые правила, которые будут регулировать следующие или ограничения, или ослабления, связанные с фактической эпидемиологической ситуацией в стране. Это касается и регулярных рейсов, кстати говоря. Сегодня авиакомпании объявят о том, что они открывают рейсы, например, в Киев, в Тбилиси, в Тель-Авив и так далее, то есть так называемые третьи страны. Но одновременно сразу же они говорят о том, что это касается essential travel, то есть это необходимые чрезвычайные поездки, связанные, например, с предоставлением медицинских услуг в Латвии, это командировки, это дипломатический корпус и так далее. То есть те люди, которые не могут обойтись без путешествий в данный момент, это никак не связано с путешествием и отдыхом. Вот это все, следующий какой-то апдейт всему вот этому кругу необходимых мер, которые приняты, апдейт будет сделан или обновление будет сделано через четыре недели. Мы работаем в прямом эфире, предлагаем радиослушателям звонить и спрашивать у Константина, задавать вопросы по поводу путешествий. Телефоны в студии 672-12-93-9, и я думаю, что Константин проинформирует вас обо всех аспектах, которые касаются путешествий. А у меня вопрос такой деловой, ну вот вы назвали цифру, до 500 человек уезжали, это до 500 человек в неделю уезжали через Вильнюс, и вот сейчас открывается возможность улететь. Как вы планируете вот эти перелеты, рейсы, то есть вы же не можете прогнозировать сейчас какой-то спрос? Почувствовали ли вы интерес к этим путешествиям, несмотря на все те сложности, которые нужно преодолеть для того, чтобы выехать в эти самые третьи страны? Действительно, очень тяжело. Я знаю, что радио «Болтком» одно из дружественных радио, которое поддерживало информационную составляющую, связанную с ограничениями в туризме, и знаю, что слушатели достаточно много слышали экспертных мнений в эфире, и мы до сих пор продолжаем об этом говорить только потому, что туризм был первой индустрией, которая столкнулась с глобальными трудностями, и это было 13 марта прошлого года, года 20-го, и практически на 90% индустрия остановилась, и, видимо, останется последней, которая будет выходить из этого кризиса. Поэтому вот такой длинный отрезок, но нам приходится постоянно информировать клиентов. Не думаю, что мы похожи на тех, которые рыдают в эфире и рассказывают о сложностях, мы просто стараемся информировать, что есть на самом деле, потому что многие туристы мечтают поехать, многие хотят поехать, у некоторых есть планы, которые сорвались в прошлом году, есть обязательства, которые необходимо выполнить перед туристами за прошлогодние остановки полетов. Это достаточно большой круг бизнеса, который был остановлен, и, конечно, тогда, когда будет спрос, мы рассчитываем, что предложение будет взрывным. Конечно, мы обращаем внимание, как это было в Литве и в Эстонии, когда они открыли свои полеты. Действительно, спрос был сумасшедший, именно поэтому наши 500 в неделю уезжали, потому что просто соскучились. Все понимали, что в Египте и в других странах ситуация с короной, если не похожа, ну, не хуже, то, во всяком случае, похожа, чем в Европе. Поэтому они осознавали все риски, осознают до сих пор, тем не менее, и продолжают летать. Поэтому остановить невозможно, нужно было взять просто под контроль вот это все и постараться сделать так, чтобы люди, которые возвращаются в Латвию, чтобы они возвращались с гарантированным, подтвержденно негативным результатом. Да, протоколы безопасности, вы знаете, за кадром остаются, за эфиром вот этими словами, текстами, достаточно большая работа ассоциации нашей, которая, наверное, уже все кабинеты прошла в Министерстве экономики, которая отвечает за туристическую индустрию. Постоянная коммуникация с Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Министерством транспорта, СЛДДК, СОГГ-группа и так далее. То есть на самом деле это сумасшедшая работа и может быть иногда было бы важно многим пройти этот путь, чтобы понять, как работает государственная машина в кризисный момент. И ваше впечатление, вот насколько вас понимали, насколько вы могли отстоять свои интересы, вообще насколько... Достаточно трудно, на самом деле, я не могу сказать, что в ассоциации были разные мнения от того, как наши коллеги, например, по парикмахерскому цеху или как деятели культуры, которые приходили на Домскую площадь с кирпичами, как вы помните, кто-то там устаивал флешмобы различные перед дверьми, сеймы и так далее. То есть мы заранее приняли решение, что мы идем таким джентльменским путем, рассчитывая на то, что это связано с огромным количеством ответственности перед людьми, в том числе перед партнерами, не только в Латвии, но и за границей, поэтому имидж Латвии мы никак не можем ронять, мы должны объяснять, что происходит, и на общем уровне согласовывать все моменты. Именно так и поступали, были очень много встреч с нашими коллегами из Европейского Союза, которые имеют почти зеркальные проблемы и почти зеркальные отношения каждого правительства к этой индустрии. Поэтому сейчас сказать, что в какой-то стране лучше относятся к индустрии или хуже, думаю, что невозможно. Везде практически одинаковые проблемы и то, что индустрия сейчас, ну трудно говорить, что это было раньше, как год назад. Год назад были одни проблемы, сейчас совершенно другие. Сейчас мы должны думать, как возобновить путешествие, как сделать так, чтобы люди не боялись путешествовать. Думаю, что в первую очередь это будет связано с массовой вакцинацией. Без этого, скорее всего, такого глобального спорта, ну или, как сказать, старта такого очень быстрого не будет. Нам необходимо, чтобы в Европе все были привиты и тогда, по большому счету, эти протоколы безопасности будут уже намного проще для того, чтобы путешествие было более беззаботным. У нас есть звонки, давайте послушаем радиослушателей. Добрый день, говорите. Добрый день. Добрый день. Да. Слушаем вас. Да, вот, Дмитрий, два вопроса к вашему гостю, пожалуйста. Да, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, мы собираемся тут и сидеть в Россию. Нам нужно понять, какой, как нужно проходить все связанные мероприятия с вакцинацией. То есть, если мы сделаем вакцину, все две вакцины здесь, в Латвии, нужно ли нам при выезде из России сдавать тоже тест и 72-часовой тест и какие правила, что нам нужно сделать, если у нас уже есть две прививки, сделанные в Латвии. Да, спасибо. И второй вопрос. А это вот один вопрос. Хорошо. Да, спасибо. Смотрите, что касается России, самый правильный путь необходимо позвонить в консульский отдел Российской Федерации в Латвии для того, чтобы получить достоверную информацию. Не потому, что ее нет у меня, а потому, что она меняется каждый день. Но на предыдущий отрезок, который был в ближайшее время и, возможно, остается сейчас, первое, для того, чтобы въехать в Россию, вам необходимо, помимо визы, официальное разрешение на въезд в Россию, потому что Россия закрыта для путешествий, для неважных путешествий. У вас должно быть особое приглашение. Вы можете уточнить, что это за особое приглашение. Наверное, исключением являются срочные поездки, связанные с несчастными случаями, связанные с лечением, подтвержденным лечением с российской стороны, связанные с командировками, связанные с экипажами самолетов и других транспортных компаний, связанные с дипломатами, спортсменами, деятелями культуры, которым дается особое разрешение на въезд в страну. Это помимо визы у вас должно быть разрешение, что вас с границы просто не развернули при действующей визе. Далее наверняка есть определенные другие условия, связанные с пунктом пересечения, в каком виде. Если до сегодняшнего дня прямого авиасообщения с Москвой, например, и с Россией не было, то люди, которые путешествовали в Россию, должны были пересекать границу, ну, наверное, в тех местах, где принимают те документы, которые у вас есть подтверждены для объезда в эту страну. Это первое. И второе, выехать из Латвии без серьезных документов, которые связаны вот с такими же срочными делами, 10 раз нужно подумать, насколько вам необходимо в данный момент. Потому что тогда, когда вы будете возвращаться в Латвию, как я и сказал, вам необходимо будет в любом случае пройти 72 теста обязательно. Неважно, есть у вас прививка или нет, на данный момент это никак не регулируется. для всех стран, для всех жителей Евросоюза возвращение из любой страны третьего списка обязательно 10 дней карантин. Неважно, вы немец или француз или латвиец, вы возвращаетесь в свою страну и обязательно 10 дней карантин. Дальше только доктор смотрит, действительно, вы переболели, если у вас антитела и если у вас прививка, но обязательное условие это карантин 10 дней, он ни для кого не меняется, в том числе и для вас. Поэтому, если это срочно, то вам необходимо обратиться в первое для Совета, за Советом, в ту страну, куда вы собираетесь ехать, в консульский отдел. И второе, это на сайт Министерства иностранных дел, где обновленная информация каждый день существует в реальном режиме. Спасибо, Константин, за ответ. Ну вот, опять-таки, наверное, дополнительный вопрос я хотела задать, как касательно именно вакцинации и касательно людей, которые переболели, у которых есть антитела. То есть, как бы, в документах нашего Центра контроля за заболеваниями эти случаи как-то оговариваются, но, тем не менее, вот в официальных протоколах это никак пока не отражено. То есть, это ситуация, которая, ну, двойственная, потому что, с одной стороны, людей побуждают делать прививки и говорят, что это будет стимулировать тот самый коллективный иммунитет, который откроет для нас дверь к возвращению к обычной жизни, хотя я думаю, что это возвращение состоится не так быстро, как нам бы хотелось. А с другой стороны, само по себе вот это действие, оно никаких преимуществ на данный момент никому не дает. Вот как-то это обсуждалось в кулуарах. Как вы видите этот вопрос и этот протокол, может быть, упрощения? Ну, действительно, если люди привиты, то нелогично с них требовать тестов и каких-то действий, которые, ну, как бы, уравнивают их со всеми прочими непривитыми. Совершенно точно, совершенно логичный вопрос. К сожалению, сразу четкий ответ на данный момент регуляции по облегчению прохождения любых ограничительных мер, связанных с ковидом для тех, кто имеет прививку, для тех, кто получил первую или вторую инъекцию. И на данный момент ее не существует ни в одной стране Европы, поскольку мы движемся не одинаково, не собственным путем в данном случае у нас общие принципы вместе с нашими европейскими партнерами и странами. И, к сожалению, это только на бумаге. И пока, конечно, все думают о том, что будет разработан единый ковид-пасс, который будет предполагать в неком формате тот механизм, как можно спокойно путешествовать по Европе. Но в первую очередь разговор идет по Европе. Каким образом облегчить тем, кто уже имеет прививку. Но на данный момент никаких четких или решений просто не существует. Насколько я помню, ближайшая ближайшая дата, которая рассматривалась для того, чтобы сделать такой инструмент, это июнь 2021 года. Так что пока ни апрель, ни май такого инструмента не будет. И те, кто уже получили прививку и те, которые могут путешествовать, как им кажется, без ограничений, пока идут на общих условиях. К сожалению, это так. Понятно. Ну, касательно еще протокола, который вы озвучили, я напомню, мы разговариваем с руководителем компании Тест Тур Латвия Константином Пальковым, работаем в прямом эфире, вы можете звонить в студию, задавать свои вопросы. Возвращаясь к началу нашего разговора, вы сказали о том, что в случае, если сделанный в третьих странах тест за 72 часа будет положительным, то есть, как бы будут найдены какие-то нехорошие вещества в организме человека, то он должен будет остаться в стране пребывания и проходить там лечение неизвестное количество времени, принимая на себя все риски. Очевидно, сейчас страховые компании будут предлагать какие-то расширенные пакеты услуг на такой случай. Что вы можете сейчас сказать по поводу того, как страховые компании отреагировали на этот предлагаемый протокол? Существуют ли такие продукты? Во-первых, это закон о том, что люди, которые имеют позитивный ответ по ковиду и находятся за границей, когда улетели в не как правильно говорится, в несущественные путешествия, несущественные поездки, которыми являются путешествия, то до теста пока не будет у них отрицательно, не остаются в стране пребывания и самостоятельно занимаются своим здоровьем. Безусловно, единственным путем для того, чтобы обезопасить себя в этом случае является страховка. Ничего другого, ну или собственные деньги. Количество собственных денег может быть, даже не хочу говорить какое, это может быть десятки тысяч для того, чтобы, во-первых, никто не понимает, какая сложность, может быть, какая тяжесть, не дай бог, и какая продолжительность будет. Более того, чартерные рейсы в эту страну уже могут быть закончены, им придется возвращаться совершенно другим путем, с транзитным аэропортом, куда тоже будут свои определенные требования, и это, конечно, стоит дополнительных денег. То есть все это, все эти путешествия, безусловно, необходимо связывать с дополнительной страховкой. Да, страховые компании есть в Латвии и туристические агентства, которые оформляют эти путешествия, они знают страховые компании латвийские, которые предлагают различные уровни страхования для того, чтобы в случае зарождения ковида быть гарантированно защищенным в стране, но во всяком случае от тех расходов, которые могут быть связаны с лечением. Но еще раз, второй раз повторю, что уровень медицинского обслуживания в тех странах, куда уезжают латвийцы, оно может значительно отличаться. Оно может и в лучшую сторону отличаться, может отличаться в противоположную сторону, поэтому необходимо учитывать это и все-таки взвешивать, особенно если вы располагаетесь в путешествии с детьми. В первую очередь, если все-таки хочется ехать, обязательно хочется и уже все, уже все горит, надо ехать, просто надо купить дорогую страховку на всех членов семьи, конечно, это будет дополнительная часть бюджета, но тем не менее, думаю, что ни один ответственный родитель не выедет в путешествие теперь, во всяком случае, без страхового полиса. Дорогая страховка это сколько? Примерно есть уже предложение? Если едут на две недели, это может быть, есть уровни и золота, и платина, у них разные уровни существуют, есть экономический вариант, который включает базовые какие-то обеспечения, это может быть и 30 евро, на самом деле, да, вот какой-то базовой стоимости на неделю может быть доходить до 120-140 евро за одного человека в 10 или 14 дней, то есть вот такое, это не 300, не 500, но это не 5 евро, конечно, это совершенно другое, разные компании по-разному дефинируют свои услуги, поэтому необходимо или к агентствам прийти в туристическом, которые с удовольствием ответят, у них полная информация, у нас страховая компания, каждая за себя будет отвечать, вам придется набраться терпения и сделать самостоятельный поиск. Выбор. Хорошо, Константин, еще вопрос у меня по поводу агентств, ну то есть я понимаю, что система, которая существовала, продажа туров до ковидного времени, она во многом разрушена, какие-то агентства вынуждены были закрыться, наверное, вот насколько у вас сейчас круг партнеров, которые готовы предлагать ваши продукты, как туроператора, но стабилизировался, может быть, на каком-то новом уровне, сколько партнеров вы, может быть, потеряли, а сколько в вашем, так сказать, портфеле возможностей еще осталось. Сколько добавилось, да. Да, сколько добавилось, но вряд ли кто-то добавился, я думаю. Да, пока громких скандалов нет, пока все остаются на своих местах, это в том числе заслуга нескольких игроков рынка, с одной стороны, конечно, государство помогло определенными инструментами для того, чтобы компании смогли в течение достаточно длительного времени иметь возможность сохранить какие-то базовые навыки или персонал. Конечно, не все, многие компании уволили, многие компании уволили до 50, некоторые до 80% персонала, это очень болезненно для людей. На самом деле, здесь критики достаточно, ну, наверное, не сейчас, придет время, когда нужно будет сделать анализ и понять, почему те или другие решения, связанные с ограничением на полеты, особенно в первое время, например, в апреле, мае, июне или в июле, были такими жесткими, как вы помните, например, мы когда-то прекратили полеты в Грецию при 15 человек на 100 тысяч, как-то так было, да, сейчас у нас 400, и мы радуемся, что оно у нас падает, да, но тем не менее на 15 было все закрыто. Конечно, у эпидемиологов есть своя логика, они говорят, что не закрылись бы, было бы и тысячи, и так далее. То есть здесь такая сложная коммуникация, но тем не менее, тем не менее, на самом деле, слава богу, большие компании все сохранились, маленьким компаниям немножко сложнее, но у больших есть ответственность к тому, чтобы сохранить этот базис основной, который формирует такой массовый туристический поток. И вот сейчас, когда будут открыты первые рейсы, мы посмотрим, кто на месте, кто работает, а кто все-таки остается пока за бортом, потому что все-таки время неопределенное, многие компании думают начинать свои полеты, начинать работу, начинать полеты в Египет или начать только Канарские острова летать, которые там меньше ограничений, но зато тест в Канарских островах для того, чтобы вылететь в Латвию стоит 99 евро, вот есть смысл, например, летать, потому что вот такая стоимость, очень много вопросов на самом деле, но думаю, что дверь приоткрыта, дверь уже открыта, я бы сказал, замки все открыты, и мы надеемся на то, что в ближайшее время все будут открыты карты и авиакомпании, и туристические операторы расскажут, куда они собираются летать, как они будут предлагать выполнение всех этих протоколов безопасности, которые еще раз, в первую очередь, надо сказать, что рассчитаны для того, чтобы не привести в Латвию дополнительных проблем, для того, чтобы люди, которые утращаются из курортов, прилетали сюда здоровыми, и общество было, общество было уверено, что туризм это не та индустрия, которая любым путем хочет сделать проблемы, нам просто необходимо предоставить тот сервис, который люди заждались. Да, хорошо, у нас есть еще звонок, давайте послушаем, добрый день, говорите. Добрый день, здравствуйте. Добрый. У меня вопрос к вашему гостю, скажите, а если третьи страны сейчас открыты для туристов, но одновременно работает положение об необязательных поездках, например, чем отличается, почему нельзя поехать туристу в Рим, но можно поехать туристу в Египет, и вторая часть, если возлагается вот этот опрос об необязательных поездках на авиаперевозчика или на перевозчика, то в каком месте эти вопросы будут задаваться, на секьюрити-контроле или на гейте, то есть как это будет происходить практически. Спасибо большое, да. Да, спасибо. Есть часть вопросов, которые можно посоветовать все-таки обратиться к Министерству внутренних дел, которые обеспечивает и погранохрана и так далее, то есть есть вещи, которые должны прокомментировать профессиональные люди, то есть на каком этапе будут задаваться вопросы и как будет происходить сканирование правильных ответов путешественника. Но если из собственного опыта, могу сказать, что люди, которые путешествуют в Египет, отвечая сначала на второй ваш вопрос, которые путешествуют в Египет, у них обязательный паспортный контроль или любая третья страна паспортный контроль и, конечно, перед паспортным контролем, У вас будут потребованы некоторые документы, которые связаны с необходимостью данной поездки. В данном случае это туристический ваучер. Если вы едете в командировку, вы должны будете давать определенные документы, связанные с командировкой. Если у вас дипломатический паспорт или у вас приглашение от Министерства, например, культуры, я не знаю, там, Азербайджана или какой-то другой третьей страны, у вас должны быть в руках достаточно много документов. И поверьте мне, пограничные службы хорошо ориентируются в том, какие документы на самом деле сделаны на вашем принтере. Я так думаю, во всяком случае. Или то, что есть оригинал. Потому что весь этот год, вот такие необязательные путешествия, они все равно происходили. И службы, которые занимаются этим, они хорошо в этом ориентируются. Теперь разница между тем, поехать не обязательно в Рим невозможно, а в Египет возможно. Тоже совершенно точный вопрос. И здесь есть две вещи. Первое. Все говорят о том, что все поездки, которые существуют из Латвии, необязательные, в третьи страны или в страны Европейского Союза, Министерства иностранных дел и другие министерства говорят, что они все нежелательные. Они не запрещенные. Запретить их невозможно, наверное, на мой взгляд, или по моему пониманию, потому что это связано с запретом на передвижение внутри Европейского Союза. Поэтому просто отменить их, не вводя закрытие границ или локдауна без особого закона, невозможно. Поэтому путешествовать вы можете. Регуляция происходит на этапе возвращения в страну. Вернуться в Латвию сейчас может только определенный круг людей, а именно люди, которые возвращаются к своему месту жительства, например, мы с вами. Люди, которые прибывают сюда по приглашению президента или премьер-министра, или официальных лиц, спортсмены, деятели культуры, дипломаты, военные и так далее. Есть четкое перечисление в 360-м законе. Людей, которые, категории лиц, которые могут прибыть в Латвию в данный момент. Вот просто взять, например, вашему гостю приехать из страны, я не знаю, даже из Амстердама сюда, в Латвию, возможно, наверное, по каким-то причинам. И все равно у него будет обязательно 10 дней карантин. И разница только между 10 дней карантина Европейского Союза и третьих стран, начиная с сегодняшнего дня, это будет то, что с третьей страны вы получите обязательно третий тест, за который вы должны будете заплатить в аэропорт и выйти сюда. Но, опять же, сюда могут вернуться только те люди, которые имеют право вернуться в Латвию. Просто так сейчас перемещаться в Европе нет. Многие страны просто закрыты. Повторяю еще раз, это все действует определенное количество времени. Вот этот момент, он действует в течение следующих четырех недель. Что будет дальше, наверное, Валдеба уточнит за неделю до того, как это необходимо будет или изменить, или продлить, или поменять в ту или в другую сторону. Мой вам совет, если есть такие тонкости, которые вы не можете разобраться, это связано, в первую очередь, с законодательной базой, которая регулируется сейчас. Это не на уровне интервью все происходит и статей в интернете. Это все законы, которые регулируют. Если вам самостоятельно сложно в этом разобраться, мой совет вам, придите в любое туристическое агентство. Они хорошо в этом плавают и смогут вам рассказать всю дефиницию, которая есть между одной или другой страной. Спасибо, Константин. Сегодня мы рассказывали о том, как с сегодняшнего дня открывается возможность полететь людям на отдых в третьи страны. И я думаю, что очевидна разница между возможностью поехать в организованном туре, допустим, в Египет или в Турцию или в Эмираты, и поехать индивидуально, допустим, в Рим, как сказал наш радиослушатель, наверное, в том, что когда человек путешествует индивидуально, то его контакты на пути следования труднопрогнозируемы, а когда он путешествует в группе, его сопровождают по пути следования до гостиницы и потом обратно, очевидно, этих таких случайных контактов может быть меньше, и, соответственно, уровень безопасности в этом случае больше. Я просто очень коротко вас дополню о том, что действительно сейчас самое правильное время или оставаться дома, или если путешествовать, просто отдайте свои путешествия в руки людей, которые знают, как это сделать, как освернуть назад и как позаботиться, чтобы во время вашего возвращения домой не было никаких хлопот. Очень много, наверное, людей помнят извержение вулкана, которое наделало столько шороха, но я напомню, что этот шорох был в течение всего двух-трех недель, очень многие люди застряли, и первые посты, которые были из тех многих аэропортов, которые были забиты туристами, когда они не могли вернуться, это было связано с тем, что они путешествовали самостоятельно. Хотите путешествовать в ближайшие несколько месяцев, приходите в туристические агентства, обращайтесь к тем, с кем вы уже работали. Если не верите рекламе, интервью и другим словам, позвоните в Латвийскую ассоциацию туристических агентств и операторов профессионально объединяющих индустрии. Хорошо, спасибо. Сегодня Константин Польгов, руководитель компании «Тестур Латвии», отвечал на вопросы радиослушателей. Эту программу, может, будет еще раз посмотреть в Ютубе буквально сегодня вечером она будет выставлена. Программа «Подоплек» и Константин Польгов. И сегодня с вами была Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии «Родион Золотарев». Будем надеяться, что наши путешествия будут безопасными и приятными. Всего доброго, до следующей встречи.